всем привет это обзор и отзыв на книгу айзека азимова второе основание вторая академия second foundation предыдущие обзоры можете посмотреть вот здесь по рекомендациям в подсказках вы если вы дошли до этого обзора я очень рад что вы посмотрели предыдущие четыре обзора и сейчас мы переходим к обсуждению второго основания и моих впечатлений об этой книге самый главный вопрос который ставит эта книга это о том как спрятать что-то чтобы никто это не нашел и второй вопрос это как показать другим что они нашли то что искали и при этом не раскрыть истинное место нахождение того что вы спрятали вторая вторая академия второе основание которое гарри селден основал на другом конце галактической империи он действительно его основал на другом конце классической империи ему практически главный герой второй половины книги основание империя и первой половины книги второе основание он нашел это второе основание практически приблизился к нему но для второго основания было важно сделать так запутать мула запутать первое основание чтобы они это второе основание никогда не нашли и второе основание справилась с этим блестяще в начале они ну начали наверно тут уже надо объяснить чем отличается второе основание от первого основания потому что в предыдущих обзорах я не касался этой темы хотя в обзоре при люди к основанию это наверное следовало бы сделать исправим этот эту недоработку сейчас первое основание это было сделано собраны математики физики и специалисты в инженерном деле а во втором основании были собраны психологи но психологи не обычные психологи которые могут влиять на мысли и чувства других людей то есть так так называемые телекинетики которые владеют телекинезом которые могут считывать мысли а навязывать свои мысли навязывать свои чувства замещать чувства другого человека своими чувствами и заставлять мысленно то есть отдавая мысленные приказы делать человека то что им нужно но я и буду называть психоисторики или второе основание а теперь мы понимаем в чем разница между первым и вторым основанием но также еще нужно добавить о том что мул имел эти же самые способности но эти способности у мула были врожденными то есть он от рождения при каким-то образом он получил способности управлять мыслями и чувствами других людей такими же способностями владела владела внучка профессора селдона не помню как ее сейчас зовут и она была первой первой первым человеком который который был обнаружен гарри селдоном который обладал данными способностями к телепати и телекинезу и к изменению мысли и чувства других людей и влияние на них и внучка гарри селдона находит это было еще в прелюдии к основанию она находит людей на транторе которые обладают теми же способностями и и гарри селдон дедушка ее отправляет на специальном корабле на край галактической империи ну то место которое выбрал сам гарри селдон как для жить для того чтобы там поселились поселилась второе основание и и внучка гарри селдона находит еще людей на транторе они собираются и улетают странтора и таким образом а соответственно они берут свои все приборы которые необходимы радиант по моему называется не помню прибор который создан создал гарри селдон они берут его с собой чтобы было с чем работать чтобы развивать дальше психо историю потому что именно второе основание именно второму основанию было поручено продолжать развитие психо истории при этом у первого основания не было такой задачи но о чем мы в принципе и узнали из книги основания и и вот это поколение телекинетиков телепатов оно врожденных телепатов и телекинетиков оно основало эту колонию второго основания на одной из планет и никто не знал кроме гарри селдона и их самих что это второе основание вообще существует и следующее поколение то есть у этих телекинетиков рождались дети обычные и им пришлось найти способ научить этих обычных детей телекинезу телепати и так далее и управление людьми на расстоянии с помощью мыслей но они столкнулись внезапно через там 300 лет прошло и они столкнулись с мулом амул он был врожденный а людей у которых во втором основании были врожденные способности они либо за 300 лет не появлялись вообще либо и было очень мало и поэтому с вот этими людьми которые от природы одарены этими способностями было было непонятно как взаимодействовать для второе для второго основания и для второго основания было важно чтобы их не нашли когда мул приблизился ко второму основанию один из первых гражданинов то есть не помню как называется то ли первый гражданин то ли первый монарх не помню как как то ну или там как скажем так первый из глава совета как так он назывался недолженно какая специфическая была не помню и он встречается с мулом и обрабатывает его обрабатывает его таким образом психически психически обрабатывает что мул навсегда теряет желание искать вторую академию он убеждается в том что второй академии нет но это внушает этот первый гражданин и он всю свою империю которую он вокруг себя создал он переводит с военных рейс на мирные то есть он становится таким мирным правителем последние десять лет мулу можно можно считать что это были как раз так золотые годы рухнувшей империи после того как мул отошел от поиска второй академии вторую академию начала искать первая академия первое основание начало искать они тоже начали задаваться вопросом а почему так почему мул так резко прекратил поиски и вот тут уже перед вторым основанием стали стала проблема в том чтобы сокрыть свое существование а сделать они могли это только они нашли такой способ что они покажут что они находятся на терминусе что и первое основание и второе основание они находятся в одном месте но для этого нужно было пожертвовать частью своих психоисториков они отправляют группу из психоисториков которая начинает изменять мозговые волны жителей терминуса таким образом чтобы кто-то кто ведет исследования и поиски второй академии сумел убедиться что эти что вторая академия находится в действительности на терминусе а не на отдаленном краю галактики и им это удается то есть то о чем я говорил в начале видео то есть как сделать так чтобы что-то скрытое в одном месте никогда не нашли нужно показать что это скрытое находится в другом месте и чтобы вот это скрытое в другом месте якобы кто-то нашел и это он успокоится он скажет что его поиски завершены и что искать больше ничего не нужно а приборы которые были созданы для отражения атак от второй академии специальной ментальная защита через 100-150 лет она никому не будет нужна и все забудут о том что нужно защищаться от второй академии потому что они уничтожили всех психоисториков которые были на терминусе гениальный ход на самом деле вот этот нам показали вот это а что хотят скрыть то есть вот эта книга это наверно вверх наверно одна из вершин работы с информацией как мне кажется то есть я никогда не думал в таком ключе что чтобы можно специально запутать человека или специально запутать группу людей показать им то что они хотят найти чтобы они прекратили поиски и не искали в другом месте и это было написано в 1953 году издано в 1953 году уже прошло почти 70 лет сейчас 2020 2020 да ну еще 3 года и будет 70 лет с того момента как это было опубликовано и афишировано меня действительно очень удивило такой подход к решению вопроса о том чтобы спрятать вторую академию я был удивлен здесь да и опять же отзыв такой небольшой на язык который уже в третьей книге язык выправился в уже интересно слушать читать глаз уже практически скользит по тексту не спотыкается как это было в в основании и мысли автора более ясны более прозрачны осталось еще прочитать две книги потому что всего семь книг в цикле основания край основания которая вышла в 1982 году и основание и земля которая вышла в 1986 году но это скорее всего все таки сиквелы по отношению к оригинальной серии я закончил обзор книги вторая академия второе основание second foundation Айзека Азимова рекомендую вам посмотреть предыдущие обзоры я положу одну плашку здесь в конечных заставках одну плашку здесь в конечных заставках вот здесь вы можете подписаться на меня нажав на фотографию с моим лицом до новых встреч читайте книги смотрите видео обзоры не только мои и желаю вам всего доброго и до новых встреч 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 Продолжение следует...